канал таежный обитель приветствует вас сегодня маленький рассказ опять о каюрах об их нужности в экспедиции сейчас у всех почти геологов топографов у всех есть спутниковые навигаторы даже у охотников даже у эвенков и как говорил один мой знакомый эвенок коль а если я вот сейчас в снег уроню иголку и засеку это место то когда снег растает летом я приду и эту иголку найду вот это конечно не в стогу сено но примерно так а вот когда не было ноги навигаторов и в экспедициях люди часто терялись мне это тоже хорошо знакомо не только из своего опыта когда приходилось искать а и из опыта других веренков и вот один из рассказов это вот про кипку я вам читал рассказ как кипка через перевал переваливал и вот это про про его отца гильго григорий никифорович трифонов никифор трифонов отец гильго григория это брат у лукиткана это вот тоже линия у лукиткана линия эвенков из рода бута эвенков рода бута хороших охотников ну и хороших айвров поиск называется маленький рассказ григорий трифонов работал одно лето каю на мульмуге как-то вечером не вернулась с маршрута геологиня начальник партии собрал рано утром геологов пригласила его чтоб обсудить дальнейшие действия на карте он показал примерный район где она могла потеряться гилько вызвался пойти на поиски остальные поддержали эту идею все знали что в этих местах он промышляет зимой соболя и очень хорошо знаком с территорией взяв седового и одного оленя под юг который уложил чайник продуктишки он не мешкая уехал поздно вечером женщина была доставлена на базу экспедиции на базу экспедиции она действительно заблудилась и как когда-то ее учили пошла вниз по реке уходя все дальше и дальше от стоянки гильго нашел ее следы на одной из речных коз увидел что она движется вниз по мульмуге хорошо зная большие кривуны этой реки он срезал их проверял видел что женщина идет только по реке и двигался дальше вот она разводила костер рядом подстилка из веток здесь она пережидала темное время одного взгляда охотнику хватило понять что она ушла с этого места рано утром и он не останавливается двинулся дальше срезал напрямую еще несколько речных завитков и вновь он видел только ее следы они стали более свежими обогнув очередной зигзаг следов не обнаружил выбрав место привязала линей рожок костер зачерпнул с речки чай в чайник воду и стал греть в это время геологиня уже видела его и и прибавив шаг быстро пошла к табору радостью светилась его ее лицо через минуту-другую в чайнике закипит вода она напьется густого таежного чая и здесь пойдет дальше своим чередом поиск окончился удачно ну вот на этом маленькая история удачно закончилась я с вами удачно прощаюсь всего вам доброго радости здоровья удачи творчество гармонии самим собой и с окружающим миром пока пока